МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об Илюи знают в основном любители рыбной ловли, благодаря большим прудам, которые расположены около села. А теперь и вы узнаете об этом месте чуть побольше рыбаков. Узнаете, что только в 1910 году прекратил свое существование Илевский чугунолитейный и железоделательный завод, который своим художественным литьем прославил Нижегородскую губернию далеко за ее пределами. Ведь именно здесь, в 1832 году, были отлиты ажурные чугунные решетки для ограды Александровского и Кремлевского садов в Москве. А в 1842 году кони и колесницы славы, украшающие ворота Иверской заставы, а также фонтаны для скверов Нижнего Новгорода на площадях Минина и Свободы. Вот вам и невзрачная глубинка. Здесь же проложили и первую монорельсовую дорогу от Илева до Вознесенского завода для перевозки грузов весом в 120 пудов, то есть в 2 тонны. И вот это далеко не все свершения знаменитого завода. И сегодня вы узнаете, как все начиналось, чем дело продолжилось и чем оно закончилось. Но вот что меня немного расстраивает, так это такие крутые зигзаги нашей истории. Сейчас на дворе 21 век. Нанотехнологии и прочие модные вещи. А тут время будто сыграло с Илевым злую шутку. По идее, за столько-то лет должен был бы быть хоть какой-то прогресс, хоть какое-то развитие и пусть небольшое, но движение вперед. А глядя на все это, сдается мне, что в 18 и 19 веках здесь было в чем-то даже лучше, чем сейчас. Так за что боролись-то со времен Степана Разина? За то, чтобы не было богатых? Или за то, чтобы не было бедных? Вот давайте объективно разбираться, как оно тогда было. Итак, 250 лет назад, в 1772-1774 годах, коллегский асессор, член дворцовой канцелярии, некто Рознатовский, на речке Илевке, это приток реки Сармы, построил Илевский чугунолитейный завод с двумя доменными печами, четырьмя кирпичными горными, шестью молотами при двух прудах – верхнем Илевском и нижнем запасном. А в 1776 году завод был куплен братьями Андреем и Иваном Баташовыми за 170 тысяч рублей. По сути, Баташовым достался готовый завод с крупным лесным массивом и большим количеством мастеровых для основных производственных операций и крестьян для вспомогательных работ. Было их тогда 765 человек. Я не буду загружать вас подробностями, но то была некая хитрая махинация для пользы дела, которую провернули Баташовы по приватному договору с тем же самым Разнотовским. Дело в том, что тогда они, не имея дворянского звания, не могли покупать крепостных. Но вот вследствие такой уловки необходимая рабочая сила была приобретена братьями вместе с заводом. И надо сказать, что благодаря своей смекалке и предприимчивости с середины 18 века юго-запад Нижегородской губернии начал превращаться в Малый Урал. Один за другим в течение 40 лет пускаются 18 паташовских заводов. А к началу 19-го столетия выплавка чугуна на них составила 9% от производства оного во всей России. Илевское предприятие действовало на местном сырье. И стабильность работы завода напрямую зависела от количества добытой руды. Ее добывали на территории Ордатовского уезда в западной части от реки Аки в направлении от Чареватого дома Котелема. В рудоносную зону входили также Дивеево, Елизарьево и окрестности реки Сатис. Всего в распоряжении Илевского завода было 46 рудников. А его потребность в железной руде составляла 680 тысяч пудов в год. 680 тысяч! Это освоение более 11 тысяч тонн каждый год. Ну, богатой содержанием железа руда залегала в недрах земли не сплошными пластами, а гнездами, что осложняло ее добычу. Так вот, эту добычу и доставку руды на завод осуществляли местные крестьяне гужевым транспортом осенью и зимой по окончании полевых работ. Перед началом добычи они все получали денежный аванс, чтобы рассчитаться с оборочными платежами по земским повинностям. Руду к домне, как уже говорилось, подводили на лошадях из окрестных рудников, а после их истощения сбушуя эта местность через дорогу от Чареватого. Часть штатных рабочих в Леве в недавнем прошлом крестьян составляли жители соседнего села Коврез. Рассказывают, что в пугачевские времена они отличались непокорством и дерзким поведением по отношению к своей помещице. Как ни старалась она приструнить своих мужиков и даже вызывала команду отряд солдат. Ничего у нее не получалось. Вот и продала она в 1783 году все село на вывоз. Жителей купили Баташова, предполагая искоренить непокорство коврезцев расселением их семей по разным заводам. Но основную массу они поселили при Илевском заводе. Там они долгое время жили обособленно. Церковь из Ковреза была перевезена в соседнюю Канергу, который с того времени стал именоваться Селом. Ныне там расположен скит Дивеевского монастыря. А вот здесь, в Илеве, был ухоженный господский парк, а на этом месте барский дом, который давным-давно разрушили. В 1783 году братья Баташовы, к тому времени восстановленные в дворянстве, владельцы огромной Железной империи, произвели полюбованный раздел имущества. Илевский завод вместе с Гусинским и Ермишинским получил старший брат Андрей Родионович. И еще никак нельзя забывать и тот замечательный факт, что Баташовские заводы совместными усилиями ковали победу во Второй русско-турецкой войне. Это 1787-1791 годы, поставив на Черноморский флот разного снаряжения весом до 600 тысяч пудов. Легендарный командующий флотом адмирал Ушаков признавал, что своими победами при Чесме, Тендре и Калиакре он в известной степени обязан Баташовским заводом, оснастившим оружием его эскадры. Однако наступившее мирное время положило начало разорению заводов. Хотя вот Илевский выгодно отличался производством художественного литья. Выпускались пепельницы, дверки печек, фонтаны, надмогильные памятники, гончарные штампы, ажурные решетки, рамки и тому подобное. Но в 1816 году после смерти Андрея Андреевича Баташова, сына Андрея Родионовича, наследники не смогли обеспечить адекватное развитие производства в промышленном приочье. Они судились за наследство, чем и воспользовались всевозможные опекуны и управляющие. А еще губернская комиссия в 1833 году признала условия труда заводских рабочих очень тяжелыми. Рабочий день у них продолжался с 6 утра до 11 вечера. Зарплату выдавали нерегулярно. На этой почве росло возмущение мастеровых и крестьян и оно выливалось в забастовки и стачки, в антиправительственные кружки и даже в террористические акты. К тому же в феврале 1855 года вода прорвала заводскую плотину и разрушила некоторые участки производства. Отношествие стихии сохранилось лишь однодомно. Высох пруд. Разводительная база была серьезно подорвана. Более того, предприятие стало лихорадить из-за трудностей сбыта продукции. Не желая никак оптимизировать производство, наследники Баташовых предпочли просто выставить завод на публичные торги. В итоге, в середине 60-х годов 19 века он перешел в собственность общества шиповских горных заводов. Но и при новых хозяевах продолжало влачить жалкое существование. Этот факт вошел в историю мировой литературы благодаря автобиографическому повествованию «Путешествие Глеба», известного писателя русского зарубежья Бориса Зайцева. И мы уже неоткратно говорили, что его отец Константин Николаевич с 1895 года служил директором Илевского и Балыковского заводов. В декабре 1897 года ситуация в Илеве привлекла внимание генерал-губернатора Уинтенбергера. Глава губернии прибыл сюда на санях, посетил сельский сход, спасскую церковь, школу, больницу и само предприятие. Результатом этой поездки стал переход завода во владение генерала Струве и возобновление его работы на одной доменной и семи плавильных печах. Однако из-за промышленного кризиса, охватившего всю Россию на рубеже XX века Илевский завод окончательно остановился в 1910 году. Его имущество купили владельцы Бушуевского завода, а машины и оборудование пошли на лом. Жители стали уезжать на соседние заводы в Иксу и в Кулебаке. Но вот что любопытно, в то время социальная защита трудящихся была на должной высоте. и этим занимался даже сам Николай II. Оставшиеся рабочие получали пособия, земельные наделы и трудоустраивались на иные работы. Валили лес, вывозили древесный уголь, гнали деготь. Несмотря на закрытие завода, Илев по численности населения продолжал оставаться крупным поселением и даже претендовал на статус районного центра. Посудите сами. В 1915 году здесь проживало почти 6 тысяч человек. Но в 1930 году случилось страшное бедствие. Сильный пожар в один миг уничтожил 150 домов, школу, медпункт, магазин и все базарные постройки. Вот с тех пор Илев окончательно превратился в рядовое село. Сохраняя признаки небольшого городка, в своей четкой планировке в нескольких аллеях старого парка, заводских прудах и величественном храме с колокольней. А в начале 21 века здесь осталось чуть больше 200 человек. Сейчас, наверное, еще меньше. Школу закрыли, ребятишек отводят учиться в соседние Нарышкино. Кстати, остатки бывшей усадьбы Лессинга, русского немца с германским паспортом, включена в реестр загородных усадебных комплексов Нижегородской области. И историкам еще предстоит детально выяснить, какое отношение к Леву имел Антон Иванович Лессинг, учредивший в 1881 году вместе со Струвием и Голицыным русское товарищество выксунских железоделательных заводов и ставший впоследствии их собственникам. Известно, что роковой 14-й год поставил крест на немецком присутствии в Иксе. На фоне таких исторических этаклизмов 20-го века предубеждений к немцам было столь велико, что посмертная реабилитация промышленной династии Лессингов начинается только в наши дни. Только в наши дни мы стали вновь перечитывать русского писателя Бориса Зайцева, который почти 130 лет назад побывал, как он писал, в этом странном Илёве. А теперь мы вместе с вами побывали там же. КОНЕЦ